Селфи. Ты откуда? Рассказывай. Я уже уезжаю. Только приехала, что ли? Нет, уже уезжала. Ну, пойдем. Мы тоже. Уже убежала? Уже уезжаю, но никогда нас сейчас тут тоже. А вы, наверное, из Москвы часто сюда, типа, в театр, на вечер, на три часа, да? Бывает. Три часа дороги. Да. Три часа в Питере и три часа обратно. Так тоже бывает, да. А, прикольно. А где в Москве? Я вот люблю в Москве район молодежная, Кунцево. Да, в отличное место. А ты где там? На два города живу. Я выросла в Марьино. Марьино? Мой любимый район. Это не там, где Марьино росит? Нет. Это разные районы все-таки, да? Мы были в Кортис, а в Кортис. Ага. А что в Питере здесь делаешь? У нас был, у меня учительский наш волен, у нас был такой интенсив. В общем, мы снимали кино про Питер из Сухороха. Мы смотрели разные фильмы в течение недели. Ага. Это что такое? Это типа на режиссера все-таки взял? Ну, я на сценариста училась, а у нас режиссеры, поэтому мы за компашки с режиссерами. И операторами снимали, нам было интересно. О! А какое у тебя наибольшее достижение в этой сфере? Слушай, что подскажешь тогда? Я вот такие вот стыла периодически веду вживую, да? То есть экскурсии по Питеру. О, круто! Да-да-да. Ну и подсвечиваем, соответственно, красоту города, тех, кто в городе живет, тех, кто приезжает. Что посоветоваешь добавить там, как кино-критик-сценарист? Ну, на самом деле, это очень классный формат. Ну, всегда здорово знакомиться с вами, я тоже тут познакомилась. Например, в большом грамматическом царе ходила. Вот, как бы случайно сидели в пустую кожу. Вот, поэтому мне кажется, что нужно больше быть открытым, познакомиться с людьми, общаться. А сейчас куда идешь, получается? Что сейчас? Я тоже свободно обновляю, еще проводила подругу. Что, давай зайдем в кофе-кубок, пойдем тогда? Расскажь тогда о себе. Вот, у нас тут удобное местечко. Как зовут? Таня. Таня. Классное имя. Классное имя. Чем увлекаешься? Таня, сладородительной. Почему? Вообще, чем еще увлекаешься, вот кроме... Очень увлекаюсь. Ага. Спорт. Граду. А. Занимательный, смотрю. Читаю. Похитители велика. Вот, замечательно. Чудесно. Конечно, Петторио Досико. Тут у вас замечательные, замечательные люди в чате, которые знают такие классические кинокартины. Очень приятно. Конечно, Петторио Досико. Да, Умберто Де. Прекрасная жизнь, неореализма, вы очень много выросло всего. Помимо этого, у меня куча других работ, я работаю преподавателем, преподаю основу журналистики, цикальной критики, работаю, подрабатываю репетитором, я еще учусь в аспирантуре, по парадной программе искусства кино, в РГБУ. Сколько у тебя места работало? Вот так, можно точно 7? 7. Я в колледже преподаю, как частный преподаватель, потом работаю ответственным секретарем научного журнала, пишу рецензии, собственно, для фонтала. У меня сейчас стабилизатор упадет. Да, и все, остальное учеба, вот это работа, остальное учеба, учебо-аспирантурии и учебовки на школе. А, сейчас проверим, кстати, как интересно. В киношколе я выиграла грант, я не планировала там учиться, поэтому я учусь бесплатно. Там обучение вообще стоит на нашем направлении 270 тысяч в год, но я учусь бесплатно. Урежиссер 350 тысяч, но я учусь бесплатно, что выиграла грант, конкурс. Нужно было написать сцену, я написала, отправила, и была невероятно счастлива, когда узнала на штабы. Теперь я оказалась в Питере. Чай. Спасибо большое. А в аспирантуре учиться очень здорово. РГГУ, замечательный вуз, всем рекомендую. Хорошо, а получается, что это твой любимый фильм? Твой любимый фильм, это очень сложный вопрос, но пусть будет Эрик Ромер «Зимняя сказка». Да, 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 я действительно, действительно, у меня даже есть замечательная, да, покажи, что это замечательная аспирантская, нет, это просто удостоверение. Вот оно, удостоверение аспиранта. Ой, вот, очень красивая. Вот РГГУ. Собственно, мой портрет. Такое, оно очень красиво, да? Москва, Ромер «Люблю Москву». Москва, вообще, кушечка. Москва замечательный город, действительно, его сложно выдерживать, но мне это нравится. Какую книгу последнюю читала? Сейчас читаю Шопенгауэр «Афоризма житейской мудрости». Ничего себе! Замечательная, всем, всем рекомендую, ребят. На самом деле, мой любимый район, это район Кропоткирска, я очень люблю Гоголевский бульвар, тоже такое классическое место. О, да, да, Гоголевский бульвар, да, классное место. Там, кстати, находится центральный дом шахматистов. Прекрасное историческое здание, рекомендую там пойти на экскурсию даже тем, кому не особо интересны шахматы. Мне очень нравится Остоженка и, ну, весь район Кропоткинская. И, конечно же, Лужники, потому что там и МГУ, собственно говоря, мое первое образование журналистское. Все, и мы идут очки. Да, вообще шикарно. Тут у меня часто зрители спрашивают, вот девушка твоего склада, что она ищет в мужчинах, вот вообще, какой должен быть мужчина по твоему взгляду, или со стороны Москвы, например. По сути, мне кажется, тут вообще не имеет значения, там, город, страна, вот это все важно. Для меня, прежде всего, важно, чтобы человек был на позитиве. Я очень не люблю людей таких, как печального образа, или которые, или на негативе, или которые постоянно что-то хейтят и так далее, какие-то токсичные комментарии. А таких людей в последнее время очень много. Поэтому первое важное, чтобы человек был на позитиве, чтобы он просто любил жизнь. Я люблю людей, которые любят жизнь, которые жизни радостные, которые открыты, это первое. Таких людей, на самом деле, очень мало. Вроде бы кажется, что что тут сложного, просто любить жизнь. Но на самом деле, таких людей, ну, катастрофически мало в последнее время, и я все больше в этом не допускаю. Во-вторых, мне кажется, что просто даже не обязательно именно мужчина, а просто хороший человек должен быть интересующимся. И разными вещами, даже не обязательно именно вот эрудированным, да, а просто вот открытым каким-то новым знанием, каким-то новым интересным вещам. Да, и это всегда чувствуется. Вот правильно, чтобы людям было весело, не нужна была какая-то доза алкоголя. Чтобы человек был интересующимся, чтобы человек был... Ребята, запоминаем, да, вот что хотят московские девушки. Да. Вот московская чика. Ну нет, нет. Московская интеллигенция. Да, вот. Ну да, да, да. Вот это мне уже больше нравится. Как собразнить посылочку. Московская богема. Как собразнить посылочку. Умную, там три работы, учеба. Да, да, да. Вся в делах, в науке. Ну, то есть сразу, потому что вот момент, который приходит в голову, материальное положение мне вообще, для меня вообще не важно. Потому что я все, что хочу, я могу купить себе сама. Да, и богатый ест, так сказать. Поэтому мне абсолютно не важно материальное положение, допустим, у человека. То есть тут дело не в заработке, а в том, что это как раз-таки возвращаться к первому пункту, чтобы человек был интересующимся. Чтобы все-таки у него был какой-то определенный интеллектуальный background, да, чтобы он был добрым и открытым, и честным, и веселым. И это, на самом деле, самое важное. А еще важно, чтобы любил шахматы, я очень люблю играть в шахматы. Шахматы? Обожаю играть в шахматы. Да, в Москве одна на что-то там миллион, и компетка. Спасибо.